Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения MLM онлайн. Также я являюсь партнером компании Biosi. И сегодня в этом видео я хочу ответить на самый волнующий многих партнеров моей команды, но я думаю не только моей команды, вопрос. Как же правильно, по моему мнению, нужно строить структуру? Итак, самое главное, что вы должны запомнить, никогда не делайте работу за человека. Это будет называться медвежьей услугой. Вы никогда ничего хорошего не дадите человеку, если не научите его, как правильно работать, а будете делать за него его работу. Например, есть такая ошибка у многих лидеров, когда они, новичку, начинают строить партнерскую ветку. Я считаю, что это не совсем правильно. Объясню почему. Потому что вы делаете за человека работу. Вы не обучаете его, как работать с командой. И он просто начинает лениться и думает так, ну зачем же мне работать, если за меня сейчас всю работу проделает спонсор. Я еще раз повторюсь, что я считаю это неправильно. Также я не очень рекомендую, чтобы вы строили так называемые ромашки, то есть всех людей регистрировали только к себе, в первую линию, в команду. Почему? Потому что тогда люди очень медленно растут. Если вы им не помогаете расти, то очень многие просто сливаются. Это было одно из моих ошибок в самом начале, когда я начала свою деятельность. Также мне не очень нравится, когда люди строят так называемые морковки, сосиски, сардельки, я не знаю, как угодно их можно назвать. То есть когда вы берете одного или двух людей и делаете всю работу за него, и растите всех в одну веточку. Это тоже неправильно, потому что зарплату вы никакую не получаете. И вы просто, опять же, растите искусственного директора. Лидером он не становится, потому что знаний у него нет. Самое правильное – это классика жанра. Если вы читали книгу, уроки на салфетках, то вы оттуда можете почерпнуть очень ценную информацию. Я рекомендую брать минимум пять человек в свою первую линию и начинать обучать этих людей, как грамотно строить структуру. Если вы видите, что все пять из этих людей активно работают, то есть первое – они делают свой собственный ЛТО. Второе – они начинают умело приглашать людей. Конечно же, вы этому научите этих людей. Ваша школа, которая у вас, я надеюсь, есть, научит этому этих людей. И в дальнейшем этот человек тоже приглашает пять партнеров, которые делают ЛТО. Все, такому человеку можно начинать помогать. Каким образом? Вы можете своего новичка приглашать в его команду. То есть давать ему новичка и регистрировать его в первую линию к этому человеку. Но вы с самого первого дня должны поставить такое условие. Ты лично занимаешься этим человеком. Ты обучаешь его. Не я за тебя это делаю. Но я помогаю тебе, то есть сопровождаю где-то в течение одной-двух недель, смотрю, помогаю, и этот новичок в любой момент может обратиться ко мне. Если вы видите, что ваш человек действительно обучает новичка качественно, он начинает расти, то вы можете и в дальнейшем помогать этому человеку. Сколько давать людей, это будет все индивидуально. Если очень активный партнер, он очень старается, то можете помогать с новичками чаще. Все это должно быть индивидуально. И опять же, смотрите, если к вам пришел новичок и вы хотите определить его в какую-то из своих команд, вы продумайте наперед, куда лучше его определить. Это может быть одинаковый возраст с тем лидером, которому вы определите. Или живут они где-то в одном городе, к примеру. Или они когда-то были в одной компании. Или вы чувствуете, что люди по темпераменту схожи. Они могут друг с другом действительно подружиться. Точно так же вы можете новичку дать право выбора. Предложить ему нескольких своих лидеров. И пусть он сам пообщается, выберет того, с кем ему будет комфортно работать. И вы знаете, вот такая вот методика, она дает очень хороший результат. Почему? Потому что люди обучают только свою первую линию и учат делать то же самое в последующей линии. И опять же, если, например, новичок, которого вы дали своему лидеру, он хочет задать какой-то вопрос. Он задает его не напрямую вам, он задает вашему лидеру вопрос. Если лидер не знает, он спрашивает вас. И вы обратно по той же цепочке передаете ответ. Таким образом вы обучаете не только нового человека, но и лидера. То есть таким образом идет прямое обучение. Это очень экономит время. И это очень хорошо, потому что действительно идет качественное обучение. Еще задают мне такой вопрос. А что если я пригласил 5 людей, а работают только 3 из них? Что мне делать дальше? Тогда я советую, если работают только 3 человека, то нужно в первую линию взять еще двоих людей. То есть у вас рабочих людей всегда должно быть не меньше 5. Можно больше. Но вы должны сами понимать, успеваете ли вы обучать большое количество человек. Если в принципе у вас много свободного времени, вы видите, что вы можете в первую линию взять 7 или 10 человек и обучить их качественно, и вы будете успевать, пожалуйста, делайте это. Потому что чем шире первая линия, тем, конечно же, больше у вас заработок и тем быстрее растут лидеры. Таким образом, смотрите, вот в нашей компании, например, если вы выращиваете 5 лидеров, то вы автоматически становитесь бриллиантовым директором. И поэтому очень выгодно растить параллельно 5 веточек. Если же вы видите, что уже кто-то из этих 5 вышел, например, на уровень старший менеджер, в нашей компании это 15 или 18%, то значит пора вам брать новичка и тоже начинать его выращивать. То есть у вас всегда должны быть пропорции. Это построение, которое я называю квадратом. Глубина и ширина у вас одинаковы. Если таким образом вы будете строить структуру, то поверьте, результаты будут очень хорошими. У меня, например, за 10 месяцев результат стал очень хороший. То есть я бриллиантовый уровень открыла именно за 10 месяцев. Благодаря вот такому грамотному построению структуры, благодаря тому, что у нас есть своя собственная школа, которая, конечно же, делает за меня половину моей работы. То есть человек учится по школе, а я просто сопровождаю, отвечаю на его вопросы и направляю в ту сторону, в которую нужно. Опять же, у нас есть чаты, в которых тоже вам помогают работать с вашими людьми. Вы не всегда можете находиться онлайн, но вы можете добавить человека в чат. Если у него возникнет какой-то срочный вопрос, то люди, ваша команда сможет ответить за вас ему на этот вопрос. Поэтому все эти ресурсы вы обязательно используете. И тогда у вас будет очень быстрый рост в сетевом маркетинге. Это тот вид бизнеса, который дает свободу, который дает материальное благополучие и который дает действительно счастливую жизнь. Итак, если вам понравилось мое видео, пожалуйста, поставьте лайк. Обязательно подпишитесь на канал, потому что я буду давать еще много чего интересного и полезного. И если у вас возникли какие-то вопросы, то, конечно же, в комментариях под видео задавайте ваши вопросы. Я обязательно на них отвечу. Не обижайтесь, если не сразу. Если вы не хотите пропустить очередное мое видео, то, пожалуйста, ставьте внизу такую штучку, которая называется «Звоночек». И тогда вы не пропустите мое последующее видео. С вами была Елена Коваленко. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok